да с таким видом мы сегодня ночевали это гора еще подсвечивается конкретно ночью а проснуться с таким видом конечно это вау всем привет наши дорогие зрители и подписка на вы всегда на канале да с вами мы славян и и настены и еще детишки чем мы продолжаем путешествовать по грузии сегодня отправимся в новый городок новое путешествие я правда не знаю как сюда вообще уезжать ночью сегодня часа два наверно долил дождь такой короче конкретный прям а еще вчера немножко было стрёмно вечером когда мы уже улеглись мы включили комп что посмотреть фильм перед сном в итоге короче представляете темнота при подъезжает машина и выходит чувак тачку езжа это чувак идет к нам и стучится к нам дверь ну и вообще на ломаном английском русском кое-как нам что-то пытается объяснить какие-то вопросы мы его не понимаем у нас не понимает и мы такие это думаем вот блин хорошо что встать хотя бы не одни стоим ребята из здания стоят этот план что он просто интересовался спортсмен или мы здесь трассы скалолазания предлагал вино предлагал варенье вот я вообще так понял что это просто тут рабочий который здесь прибирает все там туалет если он прибирает он вот здесь вот прибирает и здесь очень реально чисто вот ни в коем случае здесь надо мусорить я тут я так думаю что это он но все равно потом спать было немножко беспокойно честно ладно сейчас встаем еще раз наслаждаемся этим видом какое-то время время только 8 утра вот нас уже дети видите вышли бегают играют но да вид конечно просто обязательно посмотрите предыдущий выпуск про вот это место а у нас только была вот такая вот ночевка ну просто с таким видом ни один отель вам не даст но по крайней мере здесь точно нет таких отелей только . и палатка вот ребята в палатке спят вот на крыше поднимается там матрас ребята лайкосики комментарии погнали как всегда после стоянки нужно решить бытовые вопросы естественно при возможности туалета сливаем туалет и отправляемся дальше я уже говорил в том выпуске что вот это место обязательных посещений я думаю что ничего подобного в живую многие не видели так что ребята обязательно сюда приезжайте посещайте но лучше конечно сделать как мы переночуйте здесь и проснитесь этим прекрасным видом все мы отправляемся в путь машину заведена все баки с элиты набраны поэтому и упа поехали мы постоянно переезжаем смотрим мир и уже через несколько путешествий артемка начал четко понимать что такое деньги и даже начал коллекционировать монеты ловко считая деньги в уме и легко конвертирует валюту давно понял что такое копить деньги на свои хотелки я в этом ему помогаю кто давно на нас подписан знают насколько сильно я люблю тинькофф банк так вот я уже очень давно сделал свои мальчишкам карты тинькофф джуниор ведь при помощи этой карты я у артема воспитываю финансовую грамотность с детского возраста это настолько удобно вы даже себе не представляете я сейчас вам все подробно расскажу во первых сам процесс оформления карты настолько прост что вы получаете удовольствие карту привезут прям домой во вторых мне как родители очень просто пополнять ему карту конечно я могу легко отследить на что тратит тёмка деньги установить лимит на траты а также ограничить определенный вид покуп а еще очень важно что приложение дает доступ геолокации и ребенка а теперь о бонусах которые получит ваш ребенок после того как он сделает первую покупку по карте он получит 500 бонусов один бонус равно 1 рубль этими бонусами ребенок сможет компенсировать покупки в кафе или интернете ведь за каждую покупку получит один процент кэшбэк баллами от потраченной суммы также ваш ребенок увидит что такое кэшбэк и уже в маленьком возрасте начнет зарабатывать ведь за каждую покупку получит один процент кэшбэка от потраченной суммы а за покупки в интернет-магазинах два процента а еще ваш ребенок может открыть копилку и копить на мечту мой артемка знает что в копилку нужно откладывать 10 30 процентов от суммы которая поступает в общем родители там в описании я оставлю ссылку оформляйте своему ребенку карту тиньков джуниор к тому же это совершенно бесплатно доставка бесплатно обслуживание бесплатно навсегда и пусть ваш ребенок будет финансово грамотным с детства как я ссылка там описание вот это у нас поворот вы даже не представляете кто у меня сегодня будет штурман встречайте штурман она station сегодня будет со мной ехать до боржоми да да мы едем в боржоми так девчонки и подвиньтесь просто прешь по трассе были 110 стоят по жопе ей на садке местный колорит местный колорит такая дорога красивая все хочется снимать но памяти столько нет зелененько все серпантин здесь вот мы едем получается высоко в горах и дорога периодически асфальт асфальт бак заканчивается начинается такая разбитая видимо из-за погодных условий сели сходят разбивая дорогу и много техники восстанавливающей но периодически приходится двигаться 15 километров в час вот видите хлоп снова асфальт начался и хорошо хоп асфальт закончился все они ненадолго хватило как напылил так как напылил кое-как вообще завернул поднялся до серпантин дело такое еще когда он разбитый сцеплением пахнет у самосвала груженный твой ужас опа такие дороги в горах полным ходом идут работы по строительству скоростных дорог строят туннели будут такие гигантские автотуги короче вообще скоро здесь будет очень круто перемещаться пока конечно это горные серпантины разбитые дороги я думаю что в ближайшие пару лет здесь будет вообще одно удовольствие ехать за рулем так не знаю к у нас идет навигатор но мы тут вообще вдвоем на машине едем не знаю есть дорога тут нет дороги походу нету сейчас просим а дороги нету дай можно ой 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 короче я хрен знает правильно ли мы едем или нет его только только построили получается и мы короче по ходу дела здесь двигаемся первые вместе с машиной вон она сзади едет тоже она очень думала долго ехать не ехать в итоге мы поехали она за нами ничего едем по новому туннелю первые надеюсь все будет норм мы соединились с основной трассой ресурс тот который за мной ехал меня обогнал уже уверенно видимо мы первые открыватели этого нового участка были мы тут едем по деревням и везде продается вот такой вот хлеб мы решили остановиться примерно знаете как в тули едешь везде тульские пряники на каждом углу на трассе здесь то же самое продается такой хлеб называется на зури на зуке на зуке 3 лари стоит сейчас попробуем там внутри изюм запахи в деревне такие но 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 блин прикольная тема овощи проезжаем какую-то крепость какой-то церковь и едим вкусные штуковины грузинские двигаемся уже в сторону баржоми а здесь такая красота природа баржоми конечно вообще классная течет снизу река везде подвесные мосты вон они смотрите правда она сейчас грязная видимо здесь дожди но все равно вообще особое удовольствие мы когда осенью здесь были здесь было не так живописно потому что пышность леса уже шла на убыль ну и плюс была серая очень погода лили дожди а сейчас немножко по-другому добро пожаловать в баржоми движуха в баржоми конкретная зашли в магазин сразу купили еду на обед на ужин и на завтрак распредел заселимся в кемпинг потому что нужно сделать дела а потом уже будем гулять на следующий день здесь по всем этим красотам мы приехали в кемпинг который закрыт дело в том то что буквально не знаю час назад мы приезжали был открыт разговаривали здесь со сторожем сторожном объявил ценник вот в итоге мы поехали вниз скатались вот в магазин приезжаем закрыта вроде позвонил там по номеру кое-как нашел в интернете номер телефона хозяина он горит меня нет сейчас позвоню стожеру сторожа должен спуститься прийти но вот пока ждем уже минут наверное 15 пока тишина вот но хотим здесь все-таки остаться здесь есть принципе дикие места где можно остановиться вот но хотим в кемпинге потому что у нас есть нам короче нужен свет постоянный нужно зарядить полностью станцию отдохнуть помыться немножко перезагрузиться чем мирошка ах ты меня палкой ах ты я и потому что сегодня ночь была вообще бессонная но в том плане потому что лил дождь этот мужик еще посреди ночи стучавшийся к нам в дверь ну сами понимаете поэтому хочется поспать выспаться позавтракать и уже отправиться гулять по боржоми наконец-то он пришел сейчас будем заезжать а а а мы заехали в этом кемпинге берут 20 лари за человека плюс счет там за машину договорились короче за 40 лари что мы здесь денек постоим по сути чё здесь вот места беседка электричество здесь обычно такое типа лобное место люди останавливаются палатками есть речушка есть родник вот здесь вот прям за забором люди все останавливаются здесь наливают вот это что такое я не знаю за здание но вообще здесь одни это может какой-то офис у них здесь у них вот собственно туалеты есть умывальнички зеркала душ с горячей водой достаточно бодренький да и туалет это раковины мыть посуды вот ну так что небольшой уютный на горе находится красава сейчас посмотрим может быть здесь даже вид открывается какой-то на то здесь свежо прям конкретно свежо вечером думаю кофточки оденем так вот какая-то речушка бебе-бебе мирошка ты чё там так а вид у нас открывается у здесь какой-то пеший маршрут есть куда-то надо будет узнать куда где-то там внизу боржами еще с нами случилась одна потеря мы потеряли пробку заливную крышку это конечно грустно теперь надо срочно будет искать магазин гонять с открытым баком него потому что его полностью не заполнишь и на поворотах будет вода туда-сюда плескаться мы потеряли настена заливную крышку сразу скажу что кемпинг это не для автодомов а именно для палаток но у нас палатка на колесах поэтому сюда заезжаем кстати задел немножко крышу но он говорит давай давай ничего страшного хорошо есть беседка там есть свет это тоже классно сразу кинул свой длиннющий удлинитель кто путешествует обязательно купить себе удлинитель метров 30 хотя бы чтобы не было никогда никаких проблем поставили станцию заряжать на ней конечно 62 процента но тем не менее хочу что было 100 подключили холодильник чтобы так сказать аккумулятор отдохнул дети вовсю играют и очень приятный бонус в этом кемпинге это то что здесь есть индивидуальный спуск по лестнице в парк представляете который платный а по этой лестнице он будет бесплатный может попасть к источникам боржоми это очень круто поэтому сейчас кушаем вот но видите уже готовим плиточка стоит и после этого уже наверное отправимся в парк ну не знаю а возможно уже завтра ну что поварена готова где мы так еще поели бы посмотри просто на вершине боржоми красота мирошка тут ходит бродит все уже переехал весь костер перевернул кто-то человека свой двор какие могут быть квартиры крышку взял какую-то мы решили сегодня никуда не ходить вообще вот просто мы сейчас покушали я стелюсь настенка что-то пошла подстернуть мироновская маленький нам труселя что легко стирается без машинки путешествие на машине это не просто путешествие на машине это это прям полноценный быт когда ты живешь например в своем доме каждый день три шашки это вопросы куда-то заехать что-то подкупить что-то докупить вот крышка улетела до следующий вопрос теперь надо решать еще хочу показать вам как мы спим многие спрашивали понятное дело что многие настолько подписались на канал и многого не видели не знают смысл в чем то что нас машина мультивен она трансформер салон трансформер здесь когда раз сложишь полностью точнее не то что полностью сложишь пополам задний диван слож вот эти два кресла получается ровная такая кровать у нее 160 в ширину и 240 примерно в длину то есть на такой кровати нам уместиться с небольшим ростом очень просто мы можем спать все поперек и нам будет нормально мы спим чуть по-другому мы спим вот так все спят вот так я сплю вот так этого нам хватает когда у нас был надувной матрас в нем просто есть свои определенные минусы то что он скрипит но он дает определенную площадь в плане ширины самой кровати почему потому что если здесь вот посмотреть то у стекол есть так называемый подоконник который еще 10 сантиметров с одной стороны и 10 сантиметров с другой стороны и он как раз накачивался у нас вот заподлицо то есть когда был матрас надувной здесь еще было простор не спальное место вот собственно мы вот так и спим здесь достаточно большая кровать я думаю что даже чуть побольше наверное как вот в нашей и новой палатке ну либо такая же плюс-минус вот поэтому нам здесь комфортно и хорошо конечно в перспективе я бы очень хотел сюда заказать матрас который будет раскладываться на три части ну и соответственно складываться буквально чтобы он был там три сантиметра с плотного и пп ушки в турции таки отшивают отшивают очень легко и быстро но учитывая что мы забрали машину и сразу поехали времени у меня к сожалению на это не хватило поэтому где теперь отшивать такой матрас я не знаю есть у вас есть понимание где это можно сделать то конечно же напишите в комментарии я буду вам очень признатель и также хочется сделать и вот этот вот модуль тоже сделать поинтереснее из более толщей фанеры чтобы здесь все вообще выкатывалась я очень хочу чтобы холодильник тоже выкатывался из него выкатывался например еще полочка где будет дополнительная раковина и соответственно здесь тоже чтобы раз выкатной модуль был два и еще три какой-нибудь маленький чтобы у тебя здесь было такое как бы прям пространство вот но опять-таки плюс-минус в голове есть представление много чего смотрел и в принципе это можешь сделать вопрос только времени и где это делать когда мы это делали и мы отдыхали на волге я это делал в одни руки так сказать мне немножко там батя помогал вот и в принципе получилось очень добротно но впереди как говорится куча чего можно изменить и менять потом самого утра уже дети занимаются английским языком ночью спать было настолько свежо что мы даже подоставали одеяло представляете какой здесь воздух вообще невероятно не сравниться с тем что когда ты стоишь на берегу и когда ты стоишь высоко в горах это потрясающе сейчас будем завтракать и отправляться исследовать боржоми на утро сегодня у нас омлет давно его не ели сейчас быстро завтракаем наводим на себе марафет и отправляемся гулять по боржоми у нас сегодня случилась беда собачки плохо собачки плохо вот помогаем сейчас вместе с дедушкой сторожем дедушка ему посыпал табаком на лапу она вся кровит закрывал нам все весь пол без перелома на лапа просто он бегает и стер ее она перелом она да 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 она никакая у него но у него же ничего не чувствует еще это все в кровище бедный он лишь и он моему и перекисью и йодом и табак чтобы остановить кровь и он лежит представляете и все это время терпит сейчас хотим ему наложить повязку чтобы он ее не раздирал дальше не знаю ну да сердце кровью обливается хочется помочь мы получается ночуем прямо возле верхней канатки верхней станции поэтому на машине мы спускаемся в сам город прогулку по боржоми начнем с парка осенью он достраивался и было очень интересно во что же его здесь превратят что же здесь будет вот поэтому именно туда сейчас направляемся чтобы дети немножко там побегали но мы посмотрели как выглядит парк не знаю актуальная электричка не актуальная вот стоит вроде как типа на вокзал похож боржоми возможно сюда ходят такие поезда но по внешним виду такое ощущение что она там давно вросла в землю возле парка бесплатная парковка можно припарковаться но если вдруг с нас потребуют деньги то я значит чуть позже скажу что она плата но пока никто не подходил и помогаторов с палочками здесь нету парить кого красивое здание это здание должно быть вот вокзала железнодорожного но походу походу нет смотрятся конечно прикольно и через дорогу вот он пожалуйста детский парк сквер шикарнейши вот кстати висит знак что парковка бесплатная сделание вот такую шлаун зону с лавочками и также там есть внутри кинотеатр видимо по какому-то определенному расписанию включают фильмы и вот так все сидят и смотрят блин очень классно и стильно ну и собственно большая детская площадка чтобы дети веселились а потом отправлялись пить боржоми ну и собственно церквушка прям в центре парка помимо самой бесплатной площадочки здесь еще небольшой парк аттракционов такой аттракционы на минималках ну естественно наши парни залезли на 3 лари стоит артем решил покидать дротики в шарики и обычно такие аттракционы типа где дротики все равно беспроигрыш на тебе ну маленький брелочек но дадут да а здесь как бы короче еще ничего не на типа не попал минимум пять ничего и не достается короче там под расстроился ну ничего по всему парку расставленного такие крантики с водичкой какая архитектура посмотрите и вот здесь можно снять квартиру прямо в этом доме сдается представляете может что-то снимал напишите прекрасный мост в боржоми через реку его бы подкрасить немножко было бы вообще просто великолепно оба оба красота ну пойдемте прогуляемся слушайте по боржоми гулять в такую солнечную погоду особое удовольствие тот раз были осенью не та история сейчас все пышное зеленая шикарная полноводная река о дерево откуда-то принесло класс вдоль этой реки проходит огромная длиннющая просто набережную которой нет конца и края там же есть всякие челан зоны теневые качельки горки питьевые фонтанчики мне очень нравится что питьевые фонтанчики здесь стоят вообще на каждом углу и водичку можно не покупать но опять таки если вы впервые в грузии да там сразу боржоми то лучше покупать воду чтобы не нарваться на какой-нибудь непривычку самое интересное боржоми везде в рангеле их так здесь много что просто вообще хренеть зашли сейчас в салон где делают телефоны короче народе к айпад нужно понять что ему там делать либо экран либо прям замена тача у артема на 6s 105 160 лари вместе с батарейки заменить экран батарейку да у меня будет стоить 200 лари оригинальный хороший бушный экран на 11 iphone короче мощно блин все поразбивали попадаем на бабосики чё только не найдешь всякие развлечения за автозапчасти сервисы аптеки куча-куча всего всякие сетевые магазины боржоми один из прелестных мест когда-либо мной виденных это чайковский здесь собственно площадь чайковского пётр ильича и здесь он провел огромное количество времени написал огромное количество своих произведений шикарных представляете как здорово вообще боржоми обязательно стоит приехать на несколько дней остановиться и подышать здесь вот этим горным воздухом попить эту водичку что я думаю мы сейчас тоже сделаем обязательно после обеда уже сходим попьем ну и конечно фермерский рынок в центре боржоми все чего да можно купить от мы хотели купить чичкелу но к сожалению все без пакетов висит короче мухи сидят грустно как-то берем 3 девайса и идем отдавать ремонт вернулись мы в наш кемпинг готовить значит обед хочу вам рассказать про как конвертит банк деньги вот прикиньте смотрите я думал у нас на карте было 5000 лир я думал мы как раз снимем 500 500 лари и еще даже останется в итоге банкомат не предложил такую опцию то есть там нельзя то максимальная сумма снятия только 400 окей я снимаю 400 и больше он не дает мне снять 100 лари я такой ничего себе в итоге смотрим он получается снял все деньги и получилось как бы комиссия 1750 рублей короче мы вообще попутали так расстроились и просто охренели на эти деньги можно было бы сходить вкусный шашлык поесть в итоге черта с два мы селись на стенки и пытались высчитать эту комиссию короче очень неудобно потому что нам пригнали лиры 5000 лир сняли мы в банкомате только 400 лари им то есть все короче конвертится получается через доллар все непонятно но короче мы тут накидали и у нас получилось ведь это прям вообще поэма что мы потеряли при снятии вот этой суммы 4 800 до как бы мы должны снять мы сняли только вот столько грубо говоря комиссия у нас ушло на 17 500 2 800 тысяч короче мы потеряли вообще лучше не вникать в эти комиссии почему потому что в любом случае наши карты здесь не работают другого варианта как обналиваться тупо нету приходится через какие-то вот эти вот делать и вот так вот теряешь на комиссиях но мне кажется гораздо выгоднее будет не загонять на зератов скую карту деньги а гнать через корону и ходить в пункт приема в обменник короче там получать как мы помню делали осенью тогда вообще ничего не теряешь мирошка просынулся красавчик наш и мы отправляемся в парк где собственно минеральные источники боржоми чтобы попить боржоми в том году осенью мы исполняли эту мечту пили прям из источника из холодного здесь еще какие то есть два источника сейчас попробуем посмотреть я уже говорил да чуть ранее что здесь есть просто такая крутая лестница по которой можно спуститься и там не платить за вход хреново знает сколько ступенек я уверен что это будет непросто давай настенка да такая видите они здесь построили прекрасную прекрасную лестницу по которой можно спускаться вообще конечно молодцы красавцы мироша пойдем к папе мы прошли уже порядка много ступенек и я тут короче увижу что нам да ладно спуститься это один прикол а вот подниматься да жесть до трекинг у нас сегодня лестничный будет прикольно главное чтобы нас колени не послали в одно место давайте пойдемте гора впереди вот мы примерно живем на такой высоте почти спустились ноги дрожат уже это очень конкретно мы проще ну вот уже видно там здание постройки когда мы в это вписались я даже не думал что это будет так мы дошли мирошка наверное устал больше всех но я не знаю спускаться одно подниматься трындец вообще как мы будем это делать я не представляю вообще жесть куда-то непонятно в ресторан все пошли встречен расскажи про прикол приедем и короче спускаемся этой лестнице и просто упираемся в забор да и через дырку короче прошли такие как нелегалов да и мы так нелепо смотрелись вообще мы получается находимся в ущелье старинные здания которые под реставрации написано было двадцать втором году сдает но нет аттракционов куча всяких латочек мороженых батутов он стать со скалы падает водопад есть короче развлечений вообще здесь такой большой парк аттракционов да вот он кстати большой водопад прям самого вверху падает вообще класс мнение и он кстати двойной здорово и вот она кстати канатная дорога пошла на верхнюю станцию огромная детская площадка виде замка я даже не думал что здесь есть такой водопад красивая такая стелла стоит правда не пойму что обозначает никаких табличек нет здесь так свежо так прекрасно но хочу сказать парк прикольный слушайте очень если с детьми приезжаете обязательно сюда приходите прям классный ну и вот собственно мы приближаемся к самому основному это вот собственно источник боржоми здесь даешь бутылочку тебе набирают собственно сейчас это и будем делать дать посмотрим как все это выглядит ну вот они крантики а здесь именно стаканчики пойдемте попросим набрали мы водичку боржоми это горячий источник все на самом деле уже заценили настены как тебе давай не ручка присосался как артем это ржавчина это значит это я люблю холодную тоже больше боржоми это холодную что набрать но за парком дети наши не часто минерал куда пьют кроме магазинной а мы в детстве помнишь да на молоковку ездили и кука у нас сразу вспоминается горячий ключ когда ты подходишь наливаешься всех крантиков кто был тот поймет и там по разной паршивости короче этого горячем ключе конечно там есть такие прям тухлые яйца это еще на минималках канатная дорога вверх здесь комната смеха зеркальный лабиринт также парк вот этих всяких египетских пирамид и так далее то подобное а родион уже придет короче туда ну собственно и все парк закончится вообще прям прекрасный парк обязательно обязательно посещению прям сто процентов мы кстати сейчас оказываемся вот такой улице туристической где куча всяких палаточек местные он вина мед и так далее то подобное вход в парк в этот стоят 10 лари детям до 8 лет вход бесплатный жители боржоминского района вход бесплатный ну так вот с ограниченными возможностями тоже бесплатный да это крутая опция молодцы ну и здесь все вот собственно кафе рестораны вот она канатка канатная дорога стоит 15 лари в один конец дети до 6 лет только бесплатно кстати вот на этой площади перед входом в парк можно арендовать себе квартиру с прекрасным видом в прекрасной атмосфере какая же здесь потрясающая архитектура особенно вот это здание мне очень фиру зода написали обалдеть это место точно стоит посетить не зря мы сюда приезжаем уже второй раз вот эту гостиницу представляете построили в 1892 году и построил консул ирана прикиньте здесь дальше начинается такая вот улица где просто куча всего безделушек продается но мы не можем там идти все мы остановимся после каждой палатки мироша все хватает и здесь знаете как не первый раз уже говорят не хотите покупать руками не трогать прям так это типа а вот эта архитектура слева мне очень напоминает красную поляну такая минималка дай гроун плаза боржоми прикольно какой интересный мозг просто разгоняешься на велики или носки едят и сюда и поехал дальше вот тут закрыта а мы хотели к водопаду подойти там такое водопадище я вообще не понимаю откуда у них столько рубикона феврангеля я просто в шоке тут реально они повсюду это настолько блин прикольно вообще может быть им какой-то специализированный лизинг дает хрен его знает кто в курсе напишите в комментах если вы приезжаете и в общем ребятки с российским картами точнее без российских арку что я их не принимают то я рекомендую вам даже если у вас есть карта другого банка то не нужно но есть единственно что грузинского нету перегонять и через корону и получаете в отделениях наличными здесь их достаточное количество проблем не составит не будете терять вот мы сейчас снова сняли получается 13 13 100 лари сняли 13 лари мы потеряли на комиссии это до хрена очень много забрали технику правда родику не сделали не подчинили потому что на 5 ipad ждать долго вот говорит понедельник возможно тогда только повторник но скорее всего сюда нужно еще будет заскочить чтобы поменять плату темки чтобы стоит устойственность она чтобы не разрешала чтобы не разряжалась быстро батарея мы уже очень плотно и вкусно позавтракали сейчас уже убираем машину все там складываем и у нас уже почти все готово нам останется набрать только родниковую воду вот здесь вот с родника слышите как шумит река вот темка набирает нам воду здесь короче вообще все кто проезжает ним и всегда останавливаются набирается воду поэтому она вроде здесь хорошая мы тоже пили неоднократно вырегут но в любом случае основные баки у нас тут по техническую воду последние штрихи им станция полностью заряжена это очень хорошо холодильник переключаем к прикуривателю есть станцию ставим в салон и подключаем к ней удлинитель мне туда перед мы успешно собрались все отправляемся кстати чуть эту не забыл веревку хорошо что начал записывать уезжаем из этого кемпинга он находится в боржоми мы кстати теперь ездим с крышкой от кастрюльки примотанную на скотч надо заехать куда-нибудь магазин надеюсь здесь не будет с этим проблем и купим по пути заехали купили вкусноту это грузинские булочки нас правда там начали гонять три по моему экипажа дпс я говорю подождите сейчас куплю говорю казну булочной по полной поедем это радио минуты каждый подъезжает он давай давай две минуты потом встать вообще невозможно причем я стал правильно до знака остановка запрещена и все равно создают конкретную помеху когда у них знак неправильно стоит в итоге вот ходят голосом говорят что не надо стоять я уже выпуска говорил что тратим огромные комиссии если мы переводим деньги на турецкую карту а потом здесь и расплачиваем ся либо снимаем деньги сегодня решили попробовать просто снять на вам переводим через корону и пойдем в офис сейчас получать так оплатить надеюсь все получится вот так баржоми выглядит пункт вот это поворот представляете они здесь не выдают вообще лари вот это да типа идите в банк но что требовалось ожидать что деньги застряли хотели вывести еще в долларах но поняли что через корону если баксы гнать чтобы получить вот их в отделении получается 1 доллар 98 рублей то есть если выводить какой-то даже 10 еще водить то ты столько же на комиссии получается и потеряешь то есть нет никакой разницы вот лари гнать выгодно а вот доллары получается уже нет да уж короче застряли мы сделали возврат возврат возвращается течение пяти дней лишь печаль кого такая вот каким-то очень узким улочкам идем на какую-то старинную крепость точнее на самом деле остатки правильно неправильно хрен его знает но вроде указатель висел монумент чего-то лишь преодолели мы такой еще один подъем да 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 вот оно все да да вот это все что осталось чё мироши раз строился да и это все и все да вот сюда да с горы с это открывается классный вид на все боржоми гоги гоги фортрес называется крепость гоги 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 настена гоги гоги крепость вот так там еще кстати вот наверху вот если вам будет видно три креста они светятся даже четыре получается да их видно снизу боржоми так здесь написано на грузинском и на английском так ну пойдемте посмотрим не понимаем ну прям чтобы читать переводить текст до чего мирочка как тебе вот отсюда кстати виднеется вершина канатной дороги колесо обозрения вот там в кемпинге мы и стояли на виды на реку ну и собственно все да просто башня получается здесь смотровая видимо есть какая-нибудь красивая да это та самая . точнее остатки прям крепости где просто поднимаешь это голову и говоришь вау вау да вот и дрон не нужен на самом деле тут и так все видно все очень красиво река мосты красота вот такая крепость не знаю если найдется пару минут лишних то можете конечно не заезжать а так вот в принципе просто вот то что осталось обязательно приезжайте пейте эту водичку минеральную отдохните здесь как следует оздоравливаетесь да 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 здесь действительно здесь действительно прекрасно завершаем наше путешествие в боржоми в ресторане под хинкали хачапури красное вино пивко шашлычок да сейчас все принесут покажу какая будет поляна здесь почему-то да все сразу не принесли несут по частям принесли картошку мою короче смяли вот при лодочку принесли пацанам вкуснояривают нам сейчас дождемся хинкали и шашлык немножко долговато здесь почему-то но на самом деле полная посадка видимо поэтому короче вообще ничего не успеваю снимать потому что мы голодные все едят настена как шашлык вкусный сочный мощный да дело такое овои 100 лет кого не делали ну вот и все на этом прекрасном мосту боржоми будем закруглять путешествие по боржоми кто не посмотрел выпуски из грузии обязательно смотрите ребятки там было все очень интересно посетили огромное количество мест гляньте обязательно мы будем двигаться дальше путешествие еще продолжается кто не подписан обязательно подпишитесь я сами прощаюсь пока